Владимир Ружицкий встретился с жителями самолета. Новый микрорайон продолжает активно застраиваться, но его дальнейшее развитие по-прежнему вызывает много вопросов. К дискуссии присоединился министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. Какие просьбы и предложения поступили в адрес властей, расскажет наш корреспондент. Большинство вопросов коснулись строительства социальных объектов. Самая острая проблема отсутствия медучреждений будет решена в 2021 году. К этому времени в микрорайоне появится совмещенная поликлиника для взрослых и детей, рассчитанная на 540 посещений в смену. Подрядчик у нас уже выбран, заключаются договорные отношения. В декабре он приступит к выполнению своих работ. Также в микрорайоне самолет появится станция скорой помощи на 4 машины. Ее строительство завершится в 2022 году. А на территории Люберецкой областной больницы планируют создать стационарное отделение на 600 койко-мест. Целесообразность заключается в том, чтобы сосредоточить все технологии в одном комплексе, который имеет все возможности для того, чтобы помощь оказать многопланово, многофакторно, комплексно на современном уровне. Самолет пополнится и объектами образования. В следующем году в микрорайоне откроется третья по счету школа, рассчитанная на 1100 мест. А в 2024 завершится строительство еще одного учебного корпуса. Он вместит 1650 школьников. В инвестконтракте предусмотрено две школы по 825 мест каждая. Одна должна была сдаваться. С вами подписанный документ в 2021 году, вторая в 2022. На основании чего сейчас застройщик изменил? Почему не было публичных слушаний по этому вопросу? В этом проекте как бы не было линии электропередачи. Теперь вы все прекрасно знаете, что они еще находятся здесь. И вопрос пока еще как бы решается. Мы как застройщик приняли решение, чтобы эти школы все-таки были. Построить вал на меньшей площади, так сказать, объем школы такой же. В микрорайоне продолжится строительство детских садов. Два объекта готовы распахнуть свои двери после Нового года. Их открытие решит вопрос с дефицитом ясельных мест. Окончательно самолет угооплектуют детскими садами к 2024 году. Очень много обращений по поводу того, что построенные два детских сада на территории самолета, присоединены к детскому саду Бригантина, расположенному в Марусино. Это сделано для того, чтобы сделать большой образовательный комплекс. За двумя корпусами на 250 мест и 120 мест все места будут закреплены, постановления на подписи за домами и улицами микрорайона самолетов. Опорный пункт полиции, пожарное депо и офис МФЦ дополнили список необходимых микрорайону объектов. Многофункциональный центр станет доступнее жителям самолета в конце декабря. Дальнейшее развитие инфраструктуры продолжится до 2024 года.